Этот витамин обладает ярко выраженным цитопротекторным действием на слизистую желудка и 12-перстые кишки, повышая ее защитные возможности. Также этот витамин способствует заживлению язвенных и эрозивных повреждений слизистых оболочек этих органов. Организм человека не способен синтезировать витамин У и получает его в основном с растительной пищей. В большом количестве витамин У содержит спаржа – 100-260 мг на 100 г, капуста белокочанная – 35-85 мг на 100 г. Витамин У также содержится в сырых желтках, свежем молоке, свекле, зелени, петрушке, сельдереи, репе, перце, морковке, томатах, луке. Известно, что при длительной нехватке витамина У повышается агрессивность желудочного сока, что может спроецировать возникновение гастрита, эрозии слизистых поверхностей органов желудочно-кишечного тракта, язвы желудка и 12-перстной кишки. Для лечения вышеперечисленных проблем рекомендуется использовать сок белокочанной капусты. Для того, чтобы приготовить капустный сок, нужно убрать верхние капустные листья и тщательно промыть качан. Затем качан и кочерыжку нашинковать и пропустить через кухонный комбайн или терку, после чего отжать капустный сок через марлю. Нужно помнить, что только свежеприготовленный и сразу выпитый капустный сок сохраняет все свои полезные свойства. Витамин У очень быстро окисляется при взаимодействии с кислородом. Употреблять сок нужно по 50-200 мл за 20-30 минут до еды, 3 раза в день. Курс лечения гастрита – 14 дней. Курс лечения язвенной болезни – 28 дней. В межсезонье в качестве профилактики сок можно принимать 1 раз в день натощак за 20-30 минут до еды. Отвечаем сразу на вопрос про таблетированный аптечный витамин У. Если сказать кратко, не тратьте деньги и время. Толку от него практически нет. Далее. Общие рекомендации по питанию. 1. Особое внимание в питании следует уделять обеспечению организма белком высокой биологической ценности, который требуется для репаративных процессов и заживления язвенного дефекта. 2. Важно, чтобы приемы пищи были в привычное и относительно фиксированное время, без сбоев. 3. Следует избегать больших перерывов в приемах пищи с последующей обильной едой, особенно перед сном. 3. Богатые пищевыми волокнами продукты в большей степени нормализуют функции желудка. 4. Полезны. Каши из цельнозерновых злаков. 5. Неполезны. 6. Полированный рис, манная крупа, мука высшего сорта и другие. 4. Для уменьшения нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка рацион должен быть малообъемным. Ограничивают объем пищи, вводимый за один прием, и увеличивают число приемов до 5 раз в день. При этом ужин должен быть не позднее 19 часов. 5. Диета для людей, имеющих проблемы с желудком и двенадцатиперстой кишкой. 6. Данные рекомендации составлены ведущим диетологами. Информации много, поэтому рекомендуем добавить видео в закладки браузера или в плейлисты. 7. Итак, на экране рекомендуемые и исключаемые продукты. 8. Хлеб и мучные изделия. 9. Хлеб пшеничный из муки первого и второго сорта, вчерашней выпечки или подсушенный. 10. Исключаю свежий хлеб и мучные изделия из добного и слоеного теста. 11. Супы. Рекомендую. 12. Супы на обезжиренном мясном и рыбном бульоне, на отварах из овощей и грибов с мелко нашинкованными или протертыми овощами, картофелем, разваренными или протертыми крупами, вермишелью, лапшой, фрикадельками. 13. При переносимости борщи, щи и свежей капусты. 14. Исключают гороховый суп, фасолевый, окрошку. 15. Мясо и птица. Рекомендуют только нежирные сорта, без фасций, сухожилий, кожи, отварные, запеченные. 16. Изделия из котлетной массы, из кроликов, кур, индеек. 16. Исключают жирное и богатое соединительной тканью мясо животных и птиц, утки, гуся, копчености, консервы. 17. Ограничивают говядину, свинину и баранину. 18. Рыба. Рекомендуют нежирные и средней жирности сорта рыб. 19. Исключают жирные виды, соленую, копченую рыбу, закусочные рыбные консервы. 20. Молочные продукты. Рекомендуют кефир, простокваша, йогурт и другие кисломолочные напитки, свежий творог в натуральном виде и в блюдах, сыр, тертый или ломтиками, сметана до 15 грамм на блюдо, молоко и сливки. 21. Яйца. Рекомендуют сваренные в смятку, омлеты паровые, запеченные и жаренные без грубой корочки, омлет белковый с сыром. 22. Исключают яйца, сваренные вкрутую. 23. Крупы. Рекомендуют различные каши на воде или с добавлением молока, на мясном бульоне, включая хорошо разваренные рассыпчатые каши, вермишель, плов с фруктами. 24. Исключают бобовые, ограничивают с учетом переносимости пшено, перловую, ячневую, кукурузную крупы. 25. Овощи. Рекомендуют картофель, кабачки, тыква, морковь, свекла, цветная капуста, спелые томаты, мелко нашинкованная зелень в виде добавки в блюда, при переносимости белокочанная капуста и зеленый горошек. Исключают маринованные и соленые овощи. Во время обострения исключают лук, редьку, редис, сладкий перец, огурцы, брюху, чеснок, грибы. 25. Плоды, сладкие блюда, сладости. Рекомендуют зрелые фрукты и ягоды, протертые, пюре, компоты, кисели, желе, муссы, компот из протертых сухофруктов, яблоки печеные, при переносимости мандарины, апельсины, арбуз по 100-200 грамм в день. Исключают шоколадные и кремовые изделия, ягоды с грубыми зернами, малина, красная смородина или грубой кожицы, крыжовник, или перетереть их и тогда можно кушать. Соусы и пряности. Исключают во время обострения жирные и острые соусы, горчицу, острый кетчуп, перец. Напитки. Рекомендуют чай, соки овощные, фруктовые, ягодные, разбавленные водой, отвары шиповника и отрубей. Исключают виноградный сок, квас, газированные напитки. Жиры. Рекомендуют сливочное, топленое, растительное, рафинированное масла. Исключают сало свиное, говяжий, барани и кулинарные жиры. Стоит добавить, что данные рекомендации будут полезны не только во время обострения болезни желудка и 12-перстой кишки, но это хорошая диета для всех людей, у которых проблемная слизистая или есть предрасположенность к язвенным болезням. Если будут вопросы, пишите в комментариях и мы ответим.